Резисторы шумят сильнее транзисторов С ответами на 2 или на 3 вопроса Итак, первый вопрос был такой Почему я для вот этой схемы сделал степпинг на R2 от 47 до 150 км А для вот этой схемы моей, в самом конце того ролика, не сделал этот степпинг По вот этому резистору, который входной резистор Замечание справедливое Тем более, что еще один вопрос, один из зрителей задал Что он посчитал, что вот эта вот простейшая схема Из двух резисторов индуктивности Ну вот это вот L1 и R1 Это эквивалентные элементы головки звукоснимателя Пол миллигенри индуктивность и 1 килоом сопротивления обмотки Так вот, второй вопрос был, значит, человек задал Что уж слишком упрощенная вот эта вот схема Что она не отражает реально Соотношение сигнала шума Для более правильной и цельной вот этой вот схемы всего Насчет фонокорректора Потому что фонокорректор сам по себе Имеет АЧХУ с задиром Плюс 20 дБ на 20 Гц И с завалом на 20, на минус 20 дБ на 20 кГц По отношению к 1 кГц Плюс еще и на выходе надо же учитывать Вот этот вот взвешивающий псофометрический фильтр Ну тоже, как бы, вопрос понятен Поэтому отвечаю сразу на два вот этих вот вопроса Значит, первый вопрос По адекватности вот такой упрощенной схемы Для оценки сигнала шума Для двух значений вот этого резистора И второй, значит, сделаем то же самое Для, этот же самый степпинг Для схемы полного фонокорректора Итак, ну первое, я повторюсь То, что было в видео в первом AC Шумы Степпинг у нас по R2 от 47 до 150 кОм И делаем анализ Run Вот, график нижний Нам характеризует Среднеквадритическое значение напряжения Шумов, приведенное ко входу А это спектральная плотность этих шумов Сразу же, значит, измеряем Вспоминаем, что у нас было Как и в предыдущем видео, значит Для R2 47 кОм у нас было Входное напряжение шумов 1,312 микровольта А для 150 кОм 911 нановольт Или 0,911 микровольт Если разделить 1,312 на 0,911 Это получится 1,44 раза Или 3,16 дБ То есть Переход От входного 47 кОм К входному 150 кОм Увеличивает От 47 кОм До 150 кОм Снижает Приведенное ко входу шумы Вот этой схемы Простейшей На 3,16 дБ Запомнили 3,16 выигрыш Для вот этой простой схемы Теперь переходим К Полной схеме Винил корректора Су-21 век Версия 7 И сделаем То же самое Расчет Для двух Значений Входного Резистора R2 150 и 47 кОм Опять делаем Анализис AC Степпинг По R2 От 47 кОм До 150 кОм Ран Вот То же самое Значит Внизу у нас Среднеквадратическое Значение напряжения Вверху Спектральная плотность Смотрим Включаем Курсор F8 И Смотрим Сколько у нас тут Получилось Значит При сопротивлении Входном 150 кОм Как и было В первом видео У меня В самом конце Последние 10 минут Как раз Вот эту схему Я разбирал 246 Нановольт Приведенное Ко входу Среднеквадратическое Значение Напряжения Шума Это для R2 150 кОм А что мы Посмотрим Для 47 кОм Вот R2 47 кОм У нас есть Значит 360 нановольт 360 нановольт Разделить на 200 Значит 360 разделить на 246 Это 1,46 Сотых Раза Или 3,29 Сотых Децибелов Ну Было у нас Помните В том варианте Который упрощенный 3,16 Сотых Децибела А сейчас Получили 3,29 Сотых Децибела Как на мой Взгляд То вот Эта разница Разность Значит В 0,1 Децибела Это более Чем Адекватная Разность Для Сравнение Упрощенного Варианта Схемы И Схемы Значит Полного Корректора Было 3,16 Разница При Изменении Резистора 47,150 Стало 3,29 Ну 0,1 Децибел Это Разве Большая Погрешность Нет По моему Нет По моему Вполне Адекватная То есть В принципе Для Расчета Входной Цепи Вот Этой Вот Нам Весь Остальной Усилитель То В принципе И не Нужен Потому Что Замена 47 на 150 Приводит К одному И тому же Результату Грубо говоря На 3 децибел А лучше Так Вот это значит Первые два вопроса Мы осветили Теперь Еще один вопрос Интересный Человек Задал А Зачем Говорит он Вообще Этот входной Резистор Давайте Ка его Уберем Вы сделали Конечно Хорошую Вещу Заменили Его 47 Стандартный Так сказать В кавычках Стандартный На 150 Ваших И Выиграли При этом 3 децибела По сигналу Шуму А Зачем же Нам Значит В принципе Вообще Этот резистор Давайте Ка его Выбросим Вообще Так Вот Плохо Нельзя Его Выбросить Смотрите Я Сейчас Использую Еще одну Маленькую Утилитку Называется Анафона ЛЦР Я ее Уже Раньше Показывал Так вот Нельзя Выбросить Этот резистор Почему Смотрите Если у нас Стандартная Значит Входная Емкость 250 Пик И 47 Килом То мы Имеем Вот такую Ачаху Если Я Значит Использую Свою Патентованную Входную Цепь 150 Килом И 25 Пик Вот Вот Видите Заменил Давайте Рассчитаем Ее Вот Она Видите Расширилась От 10 Килогерц Верхней Частоты ФНЧ Второго Порядка Состоящая Из вот Этой Индуктивности Вот Этого Резистора В моем Варианте Полоса Расширилась До 30 С лишним Килогерц Вон 35 Килогерц И только Начинается Зывал Вместо 10 Но Совсем Нас Не устраивает Поэтому Извините Ребята 47 Килогерц 150 Можно Запросто Заменить Но при этом Уменьшите Входную Емкость Вместо 250 25 Пик Должно Быть И тогда Мы получим Вот такую Ачаху Но До 400 И Увеличивать Этот Резистор Выше Нельзя Еще раз Показываю Если 150 Заменим На 470 А не На Бесконечность Будем Иметь Вот Такую Ачаху Ну И Возвратимся Если Вы Позволите До Стандартных 250 На 47 Получаем Вот Такую Вот Фигню Выше 10 КГц Поехал Спад 12 ДБ На Октаву Как И Положено Фильтру Второго Порядка Ну Вот Наверное На Сегодня Тогда Действительно Все Спасибо За Внимание Всегда Ваш Николай Сухов Сухов Немного Немного